Партнер показа – сеть фирменных магазинов «Гефест». Это программа «Добрый вечер, Гомель» на телеканале «Беларусь-4». Добрый вечер, уважаемые телезрители. Здравствуйте, дорогие друзья. Ну, начнем, пожалуй, с регулярных новостей. Отборочный этап конкурса «Юная телезвезда» завершился. И впереди нас ждет полуфинал этого грандиозного телепроекта. 23 мая в Гомельском областном драматическом театре соберутся победители кастинга, который прошел во всех районах Гомельской области. 84 участника прошли во второй отборочный тур. И теперь им предстоит еще более серьезное испытание, в котором они смогут побороться за звание мистера и миссис телеканала «Беларусь-4». Вот как по мне, Света, так я бы уже каждого второго участника приглашал к нам на телепитение. Саш, я с тобой согласна. Мы действительно, когда начинали этот проект, даже не предполагали, что в Гомельской области столько много одаренных детей. Вашему вниманию, уважаемые телезрители, очередной дневник отборочного тура конкурса «Юная телезвезда». Речица, сцена, яркие выступления и чарующая атмосфера. 25 участников решили побороться за звание победителя отборочного тура масштабного телекастинга. Кастинг в Центре творчества детей и молодежи уже в самом разгаре. Участники демонстрируют способности жюри. И судя по звукам из зала, там жарко. На этом кастинге главное отличие – артистизм. Участники ответственно отнеслись к созданию образа на сцене. Берегите природу, ведь без природы людям даже дня прожить нельзя. Ангелы, танцоры и даже богиня природы. Дети волновались, но это не помешало им ярко выступить. Илья Михайловна, чья эта идея? Вообще два творческих номера, таких вот, ну, может быть, в одной тональности, но разнообразные по постановке. Ну, как бы, я уже давно с этой девочкой работаю. С первого класса я заметила такие таланты. Поэтому, как бы, я ее знаю, знаю ее характер, что она лучше читает, что хуже, что лучше, какие стихи даются, на какую тему. Поэтому, как бы, представили. Ну, и она у нас так на ангела похожа. Поэтому мы решили, что возьмем именно тему милосердия. Для Миланы так она близко, она очень сопереживательный ребенок. Прочувствует, она читает стихи, она чувствует, про что она говорит. Поэтому мы взяли такой, немножко сложноватый, конечно, для ее возраста, но я думаю, она справилась. Я думаю, тоже. Милана, расскажи, почему ты хочешь быть телезвездой? Ну, мне хочется быть известной. Удивить жюри и превзойти свои возможности – главная задача каждого из участников. На кастинге не было тех, кто твердо не желал бы стать телеведущим. Очередной участник только что выступил на сцене. Какие у тебя впечатления? Очень так страшно было, конечно же, но выступил, в принципе, хорошо. Мне понравилось. Хорошо. Откуда узнал про кастинг? Я узнал в школе, мне рассказали друзья, потом уже и начальство. Юные речичане читали со сцены стихи, в необычной форме рассказывали о себе и много пели. В выступлениях чувствовалась душа и непосредственность. Что сказать, речится просто на высоте. Дети удивили и грамотной речью, и дикцией даже больше, чем какими-либо другими талантами. Посмотрим, чем нас поразит лоевская земля. Кастинг в Луеве, наверное, оказался одним из самых легких, но не для участников, а для членов жюри. Выбирать победителей им пришлось всего лишь из шести конкурсантов. Правда, этот фактор никак не повлиял на атмосферу мероприятия. Готовились много и упорно. Среди участников были и те, для которых работа в телеэфире. Давняя мечта. Вероника, расскажи нам, почему ты захотел стать ведущей детской программы? Ну, потому что мне очень нравится петь, и я хочу, в принципе, это все, работать в этом. А как ты думаешь, телеведущему необходимо хорошо петь или не очень? Ну, телеведущему необходимо петь. А какими качествами должен быть ведущий, чтобы хорошо себя чувствовать в этой профессии? Он должен быть раскованный, грамотный. Ну, не знаю даже. А это конкурсанты из Центрального района областного центра. Мероприятие, которое подготовили здесь, в Центре творчества детей и молодежи, напоминало один большой концерт с эксцентричным ведущим, разнообразными яркими выступлениями участников. Ксении Галецкой 10 еще не исполнилось, но она не смогла пройти мимо возможности пробиться на телевидении. Опыт выступления в республиканских конкурсах помог уверенно и раскованно держаться на сцене, а вокальный талант просто взорвал зрителей и жюри. Ты такая талантливая девочка, да? А как считаешь, это такая от природы, либо мама все-таки большой вклад внесла в твое развитие? Ну, я думаю, что мама внесла вклад. Каким образом? Ну, она меня повела на всякие разные тренировки. Вот я сейчас занимаюсь танцами, вокалом. Три часа кастинга пролетели незаметно. Практически каждый из участников чем-то зацепил. Уровень детей настолько высок, что, наверное, каждый второй уже спокойно мог брать в руки микрофон и становиться перед камерой. Я мечтаю стать вот сейчас телеведущим, потому что в будущем я хочу стать комментатором спортивной передачи. Ну, я очень люблю футбол. Либо, ну, да, футбол хочу комментировать. Вообще я люблю петь еще из детского сада. Как-то мне все время говорили то, что иногда у меня даже голоса нету. Но я стремилась к тому, что все совершенствуют, скажем так. Сейчас я участвую в очень многих конкурсах и решила попробовать себя в юной телезвезде. Мне очень нравится танцевать. Думаю, в будущем я стану великим танцором, потому что я участвовала во многих уже крупных таких мероприятиях, в которых побеждала, иногда проигрывала, но все равно я сдаваться не буду. Кроме того, на кастинге в Центральном дети удивили и своими музыкальными способностями. Несколько минут зрители завороженно слушали мелодии со сцены. Музыка. 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 Конечно, главный критерий оценки – дикция и грамотная, выразительная речь. Вы спросите, все увлечены твои? Нет, я китайским увлекаюсь. Изучить как можно больше слов постараюсь. Когда в Китай прилечу, то о себе всем расскажу. Ни хао, во, тяо слава, во, шин па и а ло си же, во, че цайки венни, ай хао си тяо ухру чашь. Моя мара статья душем, наша твердым белорусским. Родный хомель прославлять, песни об импеть, верши складать. А еще много зажигательных танцев. За полтора месяца кастинг объединил большое количество детей, придал участникам уверенности в своих силах и способностях, а главное – сплотил юных дарований вокруг общей мечты – связать свою профессию с телевидением. 23 мая в Гомельском областном драматическом театре состоится полуфинал конкурса, в котором примут участие 84 победителя отборочного тура. В среднем каждый район представит по 4 конкурсанта. Планируется, что финал телеконкурса состоится в июне. Победители получат шанс стать ведущими детской программы на белорусском телевидении. Выиграть всегда можно. Надо верить, любить, наслаждаться жизнью. Моя жизнь открыла мне путь к творчеству, и я ей благодарна за это. Потому что предначертанный сценарий нашей жизни мы строим его сами. Я Марганова Виктория, богиня случая и повелительница судьбы. Саша, вот я смотрела сюжет и думала, какие молодцы родители этих ребят, которые водят их на всевозможные танцевальные секции, и вокалом дети занимаются. И, в общем, они делают все для того, чтобы дети получили хорошее образование. Я абсолютно с тобой согласен. Перед такими родителями нужно преклонить голову. Я вот недавно побывал на кастинге в Центральном районе областного центра, и меня поразило большое количество талантливых детей. Просто дети невероятно талантливые. И познакомился также там с интересными людьми. Организаторы школы ведущих. И сегодня в гостях у программы «Добрый вечер, Гомель». Руководитель этой школы Елена Гриценко, ее воспитанники Евгений Миткевич, Дарья Борискина, Матвей Кузьменков, Ивана Сипенко и Юлия Шубич. Добрый вечер, уважаемые гости. Добрый вечер. Добрый вечер. Елена Викторовна, расскажите, как появилась идея создания школы ведущих? Мне кажется, это что-то уникальное для нашего областного центра. И раньше, хоть мы и телевизионщики, но мы про это не слышали. В первую очередь я хочу поблагодарить вас за ту возможность, которую мы сегодня имеем с детьми. Один из разделов нашей программы как раз включает встречу именно в телестудии канала и программы «Добрый вечер, Гомель». Предпосылкой для создания школы ведущих было, прежде всего, апробация тех объединений, которые изначально у нас существовали в Центре творчества. Это объединение художественной, эстетической, идеологической и общественно-культурной направленности. Это такие объединения, как клуб веселых и находчивых, лидер, общение. И вот в заключении возникла такая идея именно о создании данной школы. Залогом успеха данной школы служит как раз то, что мы нацелены на отбор детей, которые хотели бы стать успешными и первоначально раскрыть свой творческий потенциал и свою активную жизненную позицию. И какое количество детей к вам приходит и занимаетесь? На сегодняшний день это 22 человека. Ребята разновозрастные. Категория ребят 5 от 5 лет до 31 года. Даже дошколята. Даже такие. И я хочу сказать, что, конечно, все отношения, которые строятся в школе ведущих, это все связано с доверительными отношениями и, в первую очередь, взаимодействием с родителей. Потому что если включаться в процесс творческий, то здесь учитываются и интересы, и задумки самих родителей. Потому что много идей исходит от самой родительской общественности. И мы принимаем все это к сведению. И нам очень приятно и здорово, что такие родители заинтересованные. Они настолько творческие. И вот это сотворчество, оно, как правило, и приветствуется. Благодаря этому мы сегодня видим таких талантливых ребят, которые присутствуют в студии. Елена Викторовна, сколько существует уже школа ведущих? Школа ведущих существует с 2012 года. И я думаю, что результатом этой школы ведущих как раз стал первый республиканский конкурс, в котором мы приняли участие в рамках конкурса «Здравствуй, мир!» и получили диплом второй и третьей степени. И у нас есть, конечно, заслуги в городских номинациях. Ну вот Евгения у нас участвовала как раз в городском конкурсе в этом году. Ну, победителем мы не стали, но я думаю, что впереди у нас еще много возможностей. Матвей, Иван, Даша, вы занимаетесь в этой школе. Расскажите, что вы делаете, как проходят занятия? Матвей. Мы учимся правильно произносить слова, учимся не запинаться, учимся держаться на сцене, правильная дикция и все. Я знаю, что Иван, несколько лет уже, наверное, с самого основания школы занимаешься, да? Да, ты в школе? Ну, не совсем. Не совсем. Сколько лет ты ходишь уже? Четыре. Четыре года. Это четвертый год. Сколько сейчас тебе лет? В этом году девять, а сейчас восемь. Оба-на! Это ты с пяти лет ходишь? Ну, молодец. Ты знаешь, по-моему, результат уже виден на лицо, Саша. Как ты? Очень такой коммуникабельный молодой человек. Вы понимаете, но человек очень раскованный, естественный ребенок. Это, наверное, самое главное, да, Елена Викторовна, что вы пытаетесь вот привить детям? Да, вы знаете, самое главное – это создать мотивацию, создать те условия, где ребенок может раскрепоститься. И вот на доверительных таких отношениях мы, конечно, проводим очень много интеллектуальных тестов, психологических тренингов. Конечно, очень много упражнений на речевую постановку. Здесь, конечно, учитывается и речевая гимнастика. И у нас есть, предусматривает программа, такой раздел, как «Актерское мастерство», где ребята как раз и занимаются постановкой мини-спектакля. Потом у нас один из разделов, довольно-таки интересный, это раздел опирается на «Я хочу быть успешным», как раз на межличностное общение. То есть большой упор делается именно ребятам, чтобы они получали гармоничное взаимодействие. То есть это не одно направление, а несколько «Актерское мастерство», личностное общение, да? Что еще? Как правило, значит, речевая, значит, грамотность, да. Плюс идет «Актерское мастерство», «Хочу быть успешным» — это третий раздел. Далее у нас раздел, связанный со средствами массовой информации, написание репортажей, сценарных планов. И вот последний раздел как раз включает, это уже взаимосвязь со средствами массовой информации. Детишки, расскажите, как вы приняли решение посещать школу? Родители притащили? Мама и папа привели, скорее всего. Меня привела мама, но это было через 2-3 года, после того, как я посещала врача, чтобы поправлять некоторые буквы, шипящие. И свистящие. Да, родители надеялись, что там тебя научат красиво говорить, да? Я думаю, что научат, вопросов нет. Да. Дашенька, а ты как попала? Я сама захотела прийти в школу ведущих. Мне вот я смотрела где-то телевизор, мне нравились вот ведущие. А сама ты мечтаешь быть телевизионным ведущим, либо ведущим мероприятий, концертов, торжеств? Ну, я мечтаю быть телевизионным ведущим. А какие бы ты хотела передачи, если вдруг вот такая удача в твоей жизни выпадет и будешь работать на телевидении? Ты бы какие? Что тебе ближе по душе? Какие передачи? Ну, «Пусть говорят». Так, такие ток-шоу наподобие «Пусть говорят», да? Так. Мне по душе, «Пусть все контрольная закупка». А чего так? Что-то такое замечательное в этой передаче? Ну, бабушка его всегда на даче смотрели. Очень полезная просто передача, правда? Еще мне немного нравится это «Пусть говорят». Угу, хорошо. То есть, такая серьезная подборка тем у детей. Вот видно, что дети готовы... Еще мне нравится о самом главном. Хорошая программа, хорошая. Так, ну, еще интересно знать Матвей, тебе, что ты в этом вопросе скажешь. Матвей, твоя любимая передача? Моя любимая передача «Тоже пусть говорят». И еще такие же ток-шоу, которые наподобие пусть говорят. Ну, ставки у вас, конечно, очень серьезные. Я хочу сказать, что это непростая работа, потому что там нужно держать аудиторию всю. Работа модератора – это серьезный труд, да, требующих определенных навыков, знаний, умений, грамотности и так далее. Вот на какие бы темы ты, Матвей, хотел бы общаться с телезрителями и с гостями студии? Например, о животных, о экологии, о каких-то... Об экологии пусть говорят «да», о животных, ну, в принципе, «да», тоже можно эту тему найти. Например, что-то юмористическое, шутки, смешные видео. Ну и многое-многое другое, правда? Можно любую тему найти. Такие новые изобретения и новости. Все новое, неизведанное и интересное, правда? Да. Жень, ну, ребята так еще по-детски где-то рассказывают, рассуждают. Ваня хочет что-то добавить, Ваня. Мне еще... Вы знаете такой канал «Наука 2.0»? Да, знаю. Я там хочу быть ведущим, знаете, какому? Какой бы, ребят? Если бы и был ведущим, и хотел стать ведущим, я бы была из программы «Эксперименты». Молодец, слушай, ну, пытливый мозг у ребенка, это сразу чувствуется. Даша, а вот ты на каком канале хотела бы работать? Ну, я, честно говоря, не знаю, на каком бы канале. На Беларусь 4, да? Ну, да. Молодец. Поближе к дому, Бомберин. Вот это я понимаю. На Рудине. На Беларусь 2, на Беларусь 1, на Беларусь 5. Ребята так еще по-детски рассуждают где-то. Евгения, как у вас? Вы уже все-таки на пороге такой взрослой, самостоятельной жизни. Как видите? Будете как-то связывать свою дальнейшую судьбу с ведением, может быть, тележурналистикой? В принципе, журналистикой. Ну, да, я с детства мечтала стать радиоведущей, но, в принципе, неплохо было бы вести и передачи на телевидении. Но если бы я была ведущей, я бы хотела вести какие-нибудь познавательные программы, которые будут полезны людям, детям, либо детские какие-то телепередачи. Ну, поступать будете не в институт журналистики? Нет. Нет? Ну, не обязательно журналисту, конечно, иметь образование журналиста, в принципе, можно совмещать. Главное быть грамотным человеком и не безучастным к чему бы то ни было. Ну, зато Юля у нас уже почти профессиональный журналист. Юля, расскажите о себе. Ну, я учусь в Белорусском государственном университете, в институте журналистики. Я выпустилась уже со школы ведущих. Я очень благодарна Елене Викторовне, которая, как сказать, раскрыла во мне этот талант. Дала эта школа многое, наверное. Да, очень многое. То есть она как-то раскрепостила меня, я была очень скромной, она мне помогла поставить речь и все остальное. Сейчас я работаю банкетным ведущим, ведущим мероприятием, множеством, как многих. Вот. Мне это очень нравится. Ну и в дальнейшем я бы хотела себя попробовать в телерадио вещание, естественно. Но вы чувствуете, что школа вам помогла? Она заложила те кирпичики в фундамент вашего развития, без которых сейчас трудно себя представить? Да, конечно, помогла. Когда я пришла, вот, когда я поступала, было собеседование и сразу заметили то, что я чем-то занималась или училась где-то сценической речи. Мне было очень это приятно, естественно, что я как-то уверенно держалась. Вот. И мне в дальнейшем учиться легче. Кто занимается с ребятами в школе? Специалисты какие? Практически у нас есть психолог, который непосредственно осуществляет нам помощь ее дали. И практически я. То есть вы и дыхание, и сценическая речь, и все-все-все вот эти направления. А сами, Елена Викторовна, вы где постигали азы этого всего? Я закончила Гомельский государственный университет имени Франциска Скарины в филологический факультет. И вот на протяжении многих лет я была организатором клуба веселых находчивых, нашего центра творчества. Сейчас мы переедали в руки правления казаковского Дениса Сергеевича, вот, молодой, перспективный. И сейчас вот решили, что вот это направление, оно сейчас более актуальное, оно новое, оно востребовано, потому что проводится, организовывается очень большое количество районных, городских конкурсов. Это и концертная программа. В этом году у нас творческие отчеты пройдут сейчас, наших объединений. И на базе вот колледжа Соколубского 26 числа, как раз мы вас приглашаем в гости, у нас состоится отчетный концерт наших объединений по интересам. Спасибо. Мы желаем вам успехов, чтобы все хорошо у вас состоялось. Кстати, вот как раз Матвей принимал участие в конкурсе «Юная телезвезда», да, но не прошел во второй отборочный тур, хотя выступил очень достойно, выступил великолепно. И так, и презентовал себя очень грамотно. Да, он у нас самый стержен, самый коммуникабельный, да. Но были ярче, можно сказать. Так вообще много очень детей было ярких. И мне понравилась даже организация самого мероприятия и ведение, в том числе, по-моему, тоже ваш воспитанник вел мероприятие, да, если не ошибаюсь? Ну, это и есть культорганизатор наш, казаковский Денис Сергеевич. Да, 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 очень и очень достойно. И спасибо вам большое за такой прекрасный, скажем так, мини-концерт. Как ты оцениваешь свое выступление, Матвей? Ну, мне кажется, мне надо поработать над работой на сцене. И все, как бы. А остальное я считаю, что хорошо, все было. Все было достойно. И, конечно, огромное спасибо маме. Мама очень сильно переживала. Она надеялась, что Матвей выйдет в финал. Ну, ничего, все впереди. Ничего, я думаю, что не последний конкурс. Не последний конкурс. Все у Матвея, все впереди, как говорится. Возможности, я думаю, что у него все получится. Елена Викторовна, кроме вот всего того, чего вы перечислили, что в Центре творчества, чем еще занимаются дети? Значит, на сегодняшний момент это более шести направлений деятельности. Это техническое, это эколого-биологическое, это общественно-культурное, это художественное, декоративно-перекладное творчество. В этом году уже начинает действовать икраевидение. Более 1451 человек у нас как раз занимается в Центре творчества. Направления разносторонние. И я говорю, что с большим восхищением и преклоняюсь перед теми руководителями, которые непосредственно осуществляют работу в объединениях по интересам. Потому что это сложное направление деятельности. Самое главное, это создать условия для ребят, чтобы они с удовольствием посещали Центр. И создать ту мотивацию, которую на сегодняшний день мы имеем. Потому что у нас не школа, у нас, можно сказать, такого плана сложное направление деятельности. И только заинтересовав ребенка и родителей, мы имеем возможность получить какой-то определенный результат. Матвей, кроме конкурса «Юная телезвезда», в каких еще мероприятиях ты принимал участие? Может быть, ввел какие-то концерты? Я участвовала в школьной постановке. Честно говоря, я уже не помню, как название было. Я был там в Буратино, по-моему, да. Так, как я уже сказала, я много выступал. И планирую выступать еще очень-очень много. Хочу стать ведущим какой-нибудь передачи, например, ток-шоу. Иван, расскажи нам, вот ты, кроме того, что ходишь в школу ведущих, чем-нибудь еще увлекаешься? Ну, я увлекаюсь пением. Раньше ходил на каратэ. Я еще хочу на плавание пойти. То есть школа ведущих – это так, между делом, между каратэ и... Еще мне нравится моделирование. Даш, а ты чем увлекаешься, кроме того, что ходишь в школу ведущих? Она на вокал ходит. Иван, она вообще сама расскажет, чем она занимается. Кроме школы ведущих, я посещаю много кружков. Занимаюсь вокалом, танцами, модой. Недавно, уже не помню когда, у нас была мельница моды. Наша коллекция заняла первое место. Ну, еще я хожу в музыкальную школу тоже имени Петра Чайковского. Я занимаюсь на фортепиано. Мы сдаем академические. В следующем, наверное, во втором уже грандиозном телепроекте «Юная телезвезда» будешь принимать участие, если такой будет проект? Конечно. Елена Викторовна, ну вот что действительно поразило среди ваших воспитанников, то, что они многосторонне развиты. Кроме того, что они еще и говорят лучше, чем остальные дети их возраста, они еще и вокальными данными наделены. Они, кто-то играет на музыкальных инструментах. Это обязательное условие вступления в вашу школу? Нет, не обязательно. Есть один из разделов, это, конечно, творческий подход. Здесь, конечно, уже мы смотрим на одаренность наших детей и стараемся уже где-то помочь, приобщить. Вот, допустим, недавно пришел Ваня и сказал, я хочу научиться играть на гитаре. И Матвей. Я говорю, не вопрос, пожалуйста, приходите. Я не думаю, что вы на пианино научитесь играть. А, фортепиано еще. Теперь у нас еще фортепиано. Уважаемые телезрители, мы подготовили небольшой блиц-опрос для наших гостей. Я думаю, ребята, вы, как уже, можно сказать, опытная ведущая, с легкостью с ним справитесь. Вот, давайте, пожалуй, начнем с вас, Женя. Итак, ты пришла на концерт и обнаружила, что на вешалке с костюмом нет концертной рубашки. Что будешь делать? Блузки, например. Ну, я буду смотреть по ситуации, и это будет зависеть от того, во что я одета. Да. Я думаю, что если я приду в платье, я смогу в нем же и выйти на сцену, или... А если в юбке или в брюках? А если я буду в брюках или в юбке, то... Ну, у кого-нибудь. У кого-нибудь, да. Я думаю, что можно будет у кого-нибудь одолжить, так как рядом всегда понимающие люди, которые всегда поддерживают. В общем, не растеряешься, надеешься. Я думаю, Ирина Викторовна сделает все, чтобы блузка у Евгении появилась. Дарья, во время ведения праздничного мероприятия ты вдруг понимаешь, что в сценарии не хватает одного листа. Как будешь выкручиваться? Я расскажу какое-нибудь стихотворение. Правильно. Я найду какой-нибудь текст. Я найду ситуацию из этой... Я найду выход из этой ситуации. Умничка. Молодец. Умничка. Матвей, к тебе вопрос. Самый классный в мире концерт – это концерт, в котором я выступаю. Конечно же, молодец. Иван, представь, что ты стал телеведущим и ведешь популярное ток-шоу. На какие темы будешь беседовать с гостями? Не болеют ли у нее дети? Так, правильно. Про здоровье детей, да? Хорошо. Юля, на ваш взгляд, самая популярная телепередача, самая полезная передача – это какая? Полезная передача? Да. Здоровье какая? Ну, вот я считаю, что, наверное, это... Передача здоровья. Передача здоровья, да. Я тоже так думаю, кстати. Полностью согласен. Хорошо. Женя, представь, что у тебя появилась уникальная возможность обратиться к телезрителям. Что ты им скажешь? В первую очередь я хотела бы пожелать всем телезрителям самое главное – здоровья, счастья и благополучия. Матвей, ты руководитель программы «Новости на первом». Сюжетом на какие темы будешь отдавать предпочтения? О здоровье, здравоохранении, интересных вещах, например, работостроении. То есть наука и техника, достижения. О сохранении некоторых видов растений, животных. Ну, экология, да? Это тоже экологическая тематика. Ну, хорошо. И, конечно же, юмор. Отлично. О новостях без юмора. Ну, это будет интересно, да. Иван, представь, что ты отлично знаешь текст, но во время прямого эфира новостей погас суфлер. Что делать будешь? Суфлер знаешь, что такое? Это такой экранчик, мониторчик, на котором текст. И ведущий читает текст, да? Да, и поэтому он никогда не запинается. А вот если суфлер погас, импровизировать будешь, да? Вспоминать, о чем там шла речь, да? Я думаю, что ты своими словами расскажешь сюжет, который написал корреспондент. Правда? Импровизация. Юля, как ты считаешь, без какой составляющей из человека никогда не получится ведущий? Я считаю, что каждый ведущий в первую очередь должен уметь импровизировать. Это очень важно, что, как вы уже задавали вопрос Ване, погас телесуфлер. И как-то надо выкручиваться из этой ситуации. Поэтому без импровизации ведущий не будет ведущим. Я тоже так считаю. Ведущий должен владеть жанром импровизации и, во всяком случае, чувствовать себя уверенно. Но, как говорят телевизионщики, самая лучшая импровизация – это заранее подготовленная. Уважаемые гости, спасибо вам огромное за то, что вы нашли время, пришли к нам сегодня в гости. Нам было очень интересно и приятно с вами пообщаться. Хочется от всей души пожелать вам успехов во всех ваших начинаниях. И маленьким подрастающим, и те, которые вот-вот уже на пороге важных изменений в своей жизни. Всего хорошего вам. Большое спасибо. До свидания. В гостях у программы «Добрый вечер, Гомель» были руководители объединения по интересам школы ведущих, Центр творчества детей и молодежи Центрального района Гомеля Елена Викторовна Гриценко, ее воспитанники Евгений Миткевич, Дарья Борискина, Матвей Кузьменков, Иван Осипенко и Юлия Шубич. Мы приветствуем всех, кто в этот вечер вместе с нами на телеканале «Беларусь-4». Уважаемые телезрители, мы с Сашей хотим вас познакомить с уникальным человеком, который на протяжении вот уже практически двух десятков лет очень много и безвозмездно делает для воспитания подрастающей молодежи. Он является и создателем, и руководителем единственного в Беларуси Центра специальной подготовки детей и подростков под названием «Скиф». Благодаря работе Центра, Речицу, а именно там находится, работает Центр, неофициально нарекли Центром, городом ВДВ и сил, столице ВДВ и силы специальных операций. Итак, сегодня в гостях у программы «Добрый вечер, Гомель» руководитель Центра специальной подготовки «Скиф» Владимир Гобров. Владимир, добрый вечер. Добрый вечер. Очень рада вас видеть у нас в гостях. Взаимно. Владимир, расскажите, что представляет собой этот Центр специальной подготовки «Скиф»? Центр представляет собой уникальное учебное заведение для допризывной молодежи, основные цели и задачи которого – подготовка допризывников к службе в силах специальных операций в вооруженных силах Республики Беларусь. И мне, наверное, кажется, что уже с самых первых слов, что популярностью пользуется большой ваш Центр, учитывая все эти элементы, все направления, которые в нем есть. Невероятная популярность. Об этом мы говорим чуть позже, в этом убедимся. Владимир, расскажите, по каким направлениям? Очень много интересных направлений в Центре. Ну, я, наверное, обозначу основные, из-за которых и применяется термин «специальный». Значит, в систему обучения включены такие направления, как особая физическая подготовка, большую часть мы занимаемся единоборствами смешанными и выступаем на всех серьезных соревнованиях и первенствах Республики Беларусь, также за рубежом ездим в Россию, в участие в международных турнирах. Далее это парашютно-десантная подготовка, где ребята совершают прыжки с парашютом. Водолазная подготовка. Здесь вообще это все очень серьезно. И, пожалуй, даже в России ничего подобного пока что мы не встречали. Высотная подготовка по направлению штурмового альпинизма. Это военная медицинская подготовка, тактическая подготовка, инженерная подготовка, строевая. Ну, более мелкие уже опустим. Какое количество детей за это время? Кстати, с какого года вы существуете? В декабре этого года будет 19 лет, как мы открылись. Я знаю, что просто так в СКИФ не попадешь. Специальная подготовка. Отбираете, смотрите. Расскажите о этой системе. Как, ребят? Значит, мы вынуждены были. Такое было не всегда. Уровень, который мы имеем возможность давать подготовленности нашим воспитанникам, тоже появился не сразу. Преподавательский состав собирался годами. Материально-техническая база и наши объекты учебные тоже появились не сразу. То есть то, что мы имеем на сегодняшний день, это многолетняя работа. И в том числе мы теперь имеем подход к отбору определенный. Естественно, чтобы ребята прежде всего были адекватные, не имели проблем с законом, с законодательством нашим. Естественно, мы обращаем внимание на их морально-психологическое состояние, физическое. И крайний эпизод, который у нас отмечен именно в отборе, это пятиминутный раунд, где спарринг, где первые три минуты ребята бьются один на один по правилам смешанных единоборств. И через минуту отдыха еще две минуты против двоих. Мы как бы жалостью своей не оскорбляем. Нам нужно узнать, есть у парняги дух бойцовский, либо нет. Да, он, может, еще не обладает достаточными навыками ударной или бросковой техники. Но мы должны выявить, это баллонка комнатная или настоящий воин, который хочет дальше заниматься, развиваться, именно обучаясь в нашем центре. А какая физподготовка должна быть? Какое-то количество раз он должен отжаться, чтобы... Ну, вообще, честно говоря, такого парня увидено сразу. Он приходит, мы требуем, чтобы подтянулся на турнике не менее 10 раз, отжался полтинничек. И некоторые даже на турник залезть не могут. Поэтому какой у нас дальше может быть разговор? А бывали такие, которые приходили, вот не могли залезть, но человек подготовился, допустим, пришел через годик и уже он показал результат? Бывали, бывали. Даже удивляли меня, а вот я еще сальто умею приходить, а вот еще на шпагат сел. Я вижу, что человек напрягался, старался, конечно, мы такого возьмем. Вот, бывало, мы в основном подбираем ребят 10 лет и старше. Вот, и бывало, что ко мне привезли парня, за него начальник милиции позвонил. Я говорю, так и так, что я не беру 8-летних, куда мне их? Они еще дети совсем никакие. Он говорит, ты сначала посмотри, а потом будешь выводы делать. Привез папа, посмотрел, пришел такой, мамочка такая лупатая, ушатая. Я раз в секундомер, он за минуту 98 раз отжался. Сел на все шпагаты, поперечные, продольные, прыгнулся, ну как мне его было не забрать. А еще через год он стал самым, вот он здесь, кстати, был. А еще через год он стал самым молодым параштистом в стране. В 9 лет совершил прыжок-тандем с 3000 метров. То есть участвовал в единоборствах, побеждал, хотя был младше и легче, чем свои противники. То есть, ну, по решению там судей, тренеров его разрешили, подпускали родители, подпускали на бои. Значит, характер решает многое. Еще бы. И желание. Ну, тут много факторов, нельзя что-то одно выделить. Но прежде всего это желание, бойцовский дух. Когда ты лежишь, терпишь, когда это время пройдет, эти секунды, минуты. Или ты в это время ведешь активный бой. Лежа, стоя, там, закрываешься, отталкиваешься, отбрыкиваешься. Ну, ты активно ведешь бой. Вот это вот наш пацан. Скажите, как вообще появилась идея создания этого клуба? Я так понимаю, что вы главный мотиватор этого начинания. Ну, идея была конкретная, четкая, значит, много лет назад, во время празднования одного из дней десантников 2 августа. У нас всегда адекватная компания. Задача у нас на праздники, большинство, просто пообщаться, вспомнить былое. Все служили в разных частях, в разные годы. Столько всяких случаев интересных. Просто упиваешься разговорами, вот, а не чем-то другим. Поэтому, вот, и возник в таком разговоре такая озабоченность у всех. Кто же нас поменяет, кто нас сменит. Молодежь с собой не занимается. Я, например, сразу знал, что пойду служить в ВДВ. Про меня в газете в речи записали, что я там ногами двери в военкомате выломал. Дайте мне десант служить. И так далее. До сих пор я эту вырезку держу. Тотверждение. Да, да. Чтобы, знаете, многие же думают, что болтун, а нифига, все. Есть, все было. Никак на порог военкомате не привезти. Я знал, что будет очень тяжело, и я к этому готовился. Я, например, тренировался два раза в день, шесть дней в неделю. Утром бегал, вечером в зале долбили, вот, по мешкам друг с другом. Но сейчас молодежь, она собой не занимается в основном. И тогда мы уже озабоченность видели, что слабые приходят. Пока они втянутся в службу, пока научатся кроссы бегать, не умирать, понимаете. Поэтому мы начали беспокоиться о том, что не занимается физкультурой, не тренируется, там, все. Стали такие офисный планктон, как говорится сейчас. И сказал один наш старейший афганец, говорит, ну, что ты там, можешь что-то? Ну, так возьми, организуйся, собирай молодняк, тренируй, мы чем сможем, поможем. Вот так все и началось. Потихонечку, помаленечку. Получил лицензию тогда, вот, ну, поддержал исполком тогда. Есть знания необходимые, чтобы этим заниматься. Вот и так все началось. Ну, как я выше сказал уже, вот этот уровень появился не сразу. Очень много было чего. Большой путь был проделан, конечно. Да, многие не верили. А когда мы открыли музей в 13-м году к 800-летию речицы, когда увидели, какие у меня друзья, я горжусь дружбой с такими людьми, которых весь мир знает. И они приехали в речицу, меня поддержали. И тогда многие поняли, что ошиблись, почему мне плечо не подставили в свое время. И теперь даже глаза пускают при встрече. Ну, это все прошлое. Как говорится, собака лает, караван идет. Будем дальше двигаться. Так держать, Владимир. Раз уж вы заговорили о музее, не можем действительно не поговорить об этом замечательно. Тоже, по-моему, уникальный музей. Потому что такое количество экспонатов, самых редчайших. И расскажите, не знаю, что эти сами ваши друзья поддерживают, поддерживали вас вот и в создании этого музея. Потому что это не дешевое удовольствие купить эти все экспонаты. Расскажите о музее. Так где же ты их купишь? Да, да. Вот вы знаете, когда к нам в течение года у нас где-то проходит порядка 4 тысяч человек пропускаемость в музее. Ну, просто я еще работаю, занимаюсь делами. И я мог бы больше, но уже как могу, так организуем экскурсии. В основном, конечно, это дети. Основная задача, да, вот. Основная задача, это, конечно, молодежь допризывную привлечь, объяснить, показать, рассказать. Вот. Но... Что в музее есть, расскажите. Там столько всего. Да, значит, по площади, может быть, он и не очень большой, но уникальность и редкость экспонатов просто, ну, в переносном смысле убивает всех. Так вот, когда приходят специалисты, которые имеют отношение, ну, то есть являются сотрудниками специальных подразделений, либо военнослужащими подразделений вооруженных сил специальных, да, они задают один и тот же вопрос, где вы это взяли? То есть... Когда человек понимает ценность того, что он видит. Да, то есть можно иметь деньги, но где-то это купишь, вот. Поэтому тут вопрос, где ты, конечно, в деньгах, а где-то и в личных связях. И вот, начиная с министра обороны, который нам подарил боевую машину десант, которая стоит на входе в музей, не просто как экспонат, а как памятник десантникам и спецназовцам наших друзей. Вот этот вот товарищ уникальный, да, уже пока он его показывает? Да, да, парашютист, высотник, да, это вообще такую подготовку только 200 офицеров пока прошло. В общем, если как-то емко сказать, то здесь в музее собрана экипировка, учебное вооружение, снаряжение, парашютная техника, нагрудные знаки, специальные средства, рационы питания, модели техники. Все, что имеет отношение только к ВДВ и спецназу. Уникальная литература. Каждый манекен, я был везде в Беларуси, я был много где в России. И мое мнение сошлось с мнениями моих друзей, которые мне помогали в создании музея, что просто стоящий манекен, он не особо бодрит и не особо информативный. И мы поэтому все манекены вывели в их активное реальное боевое положение. То есть если это парашютист, то он реально стоит на потоке воздушном, потому что только в определенном положении безопасно может открыться парашют и вступить в работу. Если это боевой пловец, то он плывет рядом с боевым дельфином. Кстати, это экспонат, который больше всего нравится детям. Дельфин тоже непростая вещь у нас там в музее. Делал его нам художник. Все, что на нем висит, снаряжение, нам подарили из Севастополя наши друзья, которые их тренировали, этих дельфинов. Он также в 83-м году наши специалисты бросали дельфинов с парашютом. То есть, приходя ко мне в музей, многие ведут себя немножко так. Ну, а что я тут так все знаю? Ну, так интересно. А уходя, вот такие вот глаза, вот и думают, что сколько же еще всего интересного, мы не знаем. Это мне, как бы, вот самая большая награда, то, что у нас вообще экскурсия проходит минимум 2,5 часа в музее. Хотя там квадратов, вот. И просто когда уже буквально по чуть-чуть хочешь на каждом моменте обозначить, понимаешь, сколько я всего знаю, но нет возможности рассказать. Ну, поэтому и выводы делают такие, что гости, когда уходя, столько у них эмоций, столько всего рассказывают, сколько они всего не знали, хотя служат, служили там и так далее. Вот. Сколько было высокопоставленных таких людей. Вот мы открывали памятную доску в 6-й школе погибшему нашему Сычу, который на 12-й заставе погиб. Вот. Приезжал начальник пограничной группы, мы помогали, делали централизацию, там, духи, маджахеды, пограничники, такой боевой эпизод. Вот мы делали, были ваши коллеги, по-моему, на съемках. Я говорю, товарищ Волковник, ну зайдите, ну 5 минут. А у них как раз за день пограничника, его замы рвут, нам же там люди ждут, то, сё. Я говорю, 5 минут, просто чтобы вы видели, где что. Зашел и пропал. Все. Вспомнил, как он был лейтенантом, как он бегал по горам. И так вот все. Недавно к нам вот приезжали, аж три генерала сразу. Наш командующий, начальник военной академии, зам его, три генерала сразу. Тоже зашли и пропали. Все вспоминают, видят, то, сё. Ну просто забываются. Там, знаете, как это для нас приятно, это самая такая награда, то, что мы всё правильно делаем. А дети приходят, у них вообще глазюки такие вот. И причём, что интересно, что девочки себя намного активнее ведут. Больше спрашивают. Одна девочка меня вообще убила. Когда я начал рассказывать про боевых пловцов, про то, что используют специальные аппараты. ИДА-71 или амфоры, там сейчас современные боли, или фроксы, да, где замкнут цикл дыхания, чтобы не давать демаскирующих признаков пузырей, которые на проверенность выходят. Она мне даже сказала, а сейчас есть уже и круче. Я знаю, что она имела в виду, но я не мог поверить. Я говорю, а что ты имеешь в виду? Она обжит костное дыхание. То есть это тайна за семью печатями. Человек три месяца жил под водой, получил Героя России за это. Она мне выдаёт. Я говорю, откуда ты это знаешь? А мне, говорит, интересно. Я говорю, вот, ребята, вот из таких, ну, рождаю, из таких вот ребят, которым сильно интересно, их надо выявлять, поддерживать, толкать их, помогать им получать образование, чтобы они потом придумали ещё что-нибудь, как нам жить под водой или в космосе. Их вот, ну, заниматься нужно этим вот, такими детьми, которые мотивированы, которым это нравится. Они же какой результат дадут потом? Да, несомненно. Вы знаете, я тоже в одной из последних командировок, когда была в Речице, тоже была в музее, была очень тоже приятно улюдевлена и ошеломлена, и тоже наслышана от других людей, что очень нравится ваш музей. И предлагаю послушать отзыв о музее директора гимназии, в котором располагается музей. Внимание на экран. Этот музей, он тоже уникальный, такой же, как и уникальный Владимир Васильевич. Каждый экспонат для него дорог, как собственный ребёнок. Он их привозит со всех уголков бывшего Советского Союза, с нашего СНГ теперь. Вот, он любит каждый экспонат, он ценит каждый экспонат, он хочет рассказать и довести историю этого экспоната. Посещение музея – это всегда событие для каждого, кто здесь бывает. Дети, которые приходят, уходят просто под впечатлением, которое остаётся у них на всю жизнь. Взрослые люди, которые прожили жизнь, которые видят то, что здесь, они считают, что они, наверное, что-то в этой жизни всё-таки не видели. Вот, и всегда уходят с самыми восторженными впечатлениями и откликами из нашего музея. А Владимир Васильевич считает это своей работой. Он уходит бесплатно сюда, он занимается этим просто на энтузиазме. И считает, что он ничего особенного не делает. Хотя вокруг себя он объединил замечательных детей, людей, которые его поддерживают, помогают. Какому направлению в вашем центре вы больше всего уделяете внимание? Или, может быть, какой у вас требованы в данный момент больше? У вас требованы, да, по популярности среди воспитанников. Вопрос понятен. Значит, большинство тренировочного времени уходит именно на физическую подготовку и на смешанное единоборство. Потому что, конечно же, из всего того, чему мы им даём знаний, то чаще использовать можно именно это. Поэтому мы вот так себя и ведём. Ну, а уже спецпредметы. Это уже, конечно, чисто для службы в силах специальных операций. Вот здесь у нас есть конкретное понимание и у прошлого командующего, который сейчас первый заместитель министра является, уникальный человек. Белоконий Олег Алексеевич очень намного помогает. И нынешний Денисенко Вадим Иванович тоже, генерал-майор, командующий силами специальных операций. Очень нас поддерживает. Очень специфических вопросов. Ни в чём ещё отказа не было. И, конечно же, в музее от них подарков Белоконий, например, свой мундир отдал. Генеральский, да, вот я очень тоже этим горжусь сильно. Так что всё у нас классно, налажено. Просто сейчас идёт всё по программе, без всяких напрягов. Не место рублей, а место друзей, правда? А много ребят связывают своё будущее именно со службой подразделения? Ну, конечно же, честно скажу, нет. Это меня беспокоит. Многие мамочки... Жалеют? Нет, имеют, конечно, на это право. Но многие мамочки стараются дать ребятам высшее образование. Они уходят в институты, в универы и, так сказать, пропадают. Притухают. Сколько-то с кафедрой, кому-то потом тут же работу нашли нормальную. Я вот с Олегом Алексеевичем этот момент обозначали, что классно подготовленные ребята уходят. Я говорю, ну, может быть, армия бы им дала какие-то высшее образование. Ну, надо той мамочке высшее образование. Ну, давайте его учим в академии. Ну, чтобы только такие способные ребята, которых я смог выявить со своими преподавателями, чтобы они не уходили... Совсем в сторону. Да, в сторону. Вы понимаете, вот сейчас у меня такой был парняга, Домковский Кирилл. Сейчас он сдал лучше всех, кто в Беларуси, экзамены вступительные, в Губкинском, в Москве там учится. Ну, да, он дико умный, он знает языки, он такой вообще. Он реально умный, который должен быть и разведчик. Не просто идти, куда сказали, а так пройти, чтобы тебя не заметили, чтобы это все безболезненно было. Задачу выполнить смог, чтобы дальше пошел следующую задачу выполнить. Они в двойке с Денисом Руденко, который сейчас в Бресте служит разведке, в десантниках, они были такая пара водолазных. Они что творили под водой, извините меня, у них у каждого более 300 часов работы под водой на разных аппаратах. И они, когда было 800 лет речицы, они в подводном положении вышли под корабль на показатель наступления, под водой разделись, с подводного положения снято оборудование было, вышли на борт, условно отработали террористов, вывели из строя корабль, взяли что нужно, ушли под воду, под водой опять отделили оборудование, включили в себя и вышли на берег. И все это на вкратчайшие сроки сделали? Потом все спецназовцы, которые были, это все видели, подошли, говорят, Володя, разрешите руку пожать? Все, это самая лучшая награда от таких уникальных людей получить вот такое мнение. Был Маргелов Александр Васильевич, на этом все мероприятие. Никто бы не догадался, как операция была оборудована. Да, Герой России, который приезжал нас поддержать, открытие музея. Музей мы обозначили именем Василия Филипповича Маргелова, главного нашего десанника, нашего земляка, Героя Советского Союза. Это разрешение его семьи, не просто так. Они привезли его личные вещи, то, сё. И вот мы дружим. Сейчас вот буквально мне Александр Васильевич Маргелов звонил вчера. Я на 9 мая не дозвонился до него. Ну, понимаете, занятость. А вчера он позвонил, сказал, вышла еще одна книга. «Любовь народа к Василию Филипповичу Маргелова». И там тоже в этой книге есть про наш Реческий музей, наши фотографии, там всё. То есть, интересно. Просто не хватит никакой передачи, чтобы всё это рассказать подробнее, интереснее. Очень интересная жизнь у нас. Дети много чего видят, много кого видят. Дружим мы с нашим военным руководством. Дружим мы с ветеранскими организациями в России. В прошлом году мы ездили на экскурсию в Рязань, кузница кадров ВДВ. И что я вот интересно отметил, тоже хочу, чтобы меня поняли и вы, и наши зрители, не ради пижонства, я это говорю, а ради гордости. И то, что у меня было всегда мнение, что настоящий спецназовец, он должен быть универсалом. Мне даже замечания делали. Вот ты, десантник, открыли музей ВДВ. Что ты сюда натянул пловцов, морпехов, спецназов, а не десантников? Я говорю, подождите, десантник отличается от обычного бойца тем, что он доставляется к месту боевых действий парашютным способом, либо посадочным. А дальше он, как обычный пехотинец. Еще слышала я замечательную песню. Я так поняла, это своего рода гимн Центру Скиф. Слова к этой песне написали вы. Хотя сначала вы обратились к местным поэтам, но они вам отказали. Почему? Сказали, ну, видно, я так эмоционально рассказывал, обозначал, что мне нужно. Они посмотрели на меня, сказали, что, знаете, вы это пережили, через себя пропустили. И боимся, что мы в стихах не дадим вам тех эмоций, тех строк, которые вы от нас ожидаете. Если бы мы с вами пожили, побегали, попрыгали, потренировались, может быть, вы и поняли. Я, конечно, огорчился, даже разозлился. А потом вспомнил, что у нас десантников держат девиз. Нет задач невыполнимых. Никто кроме нас есть, но еще у вас есть. Никто кроме нас это главное, а вот есть еще, нет задач невыполнимых. И я начал думать, так, как я написать, я же не поэт, меня никто не учил эти стихи, то-се. Вот было разное мнение. Я просто начал думать, что в ней должно быть, что я должен отразить. Думал, прогонял в голове, прогонял, прогонял. Ну и потом были в гостях, жена говорит, поедь собаку покорми. Я поехал, приготовил собаке еды, взял ручку, бумажку, 10 минут песня была готова. Вот так вот, здорово. Я ее показал своему другу, он тоже десантник, лауреат конкурса афганской песни, там специалист. Он говорит, кто это писал? Я говорю, я... Он, да ладно, я говорю, ну вот... Он говорит, ну я только говорю, у меня есть вот варианты и или, и или, вот в нескольких местах. Он говорит, ну он все подправил. Я обратился к музыкантам, они сделали аранжировку музыкальную. Ваня ее спел, наш, Чабану. И вот она, продукт такой вышел. И очень всем нравится, никто не верит, что я написал ее. Песня получилась замечательная. Я предлагаю нашим телезрителям дать возможность послушать эту замечательную песню. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы в скидке все когда-то начинали, Старались программу изучать. Стрелять, летать, под воду погружаться. Сейчас страну мы можем защищать. Оставив за плечами неудачи, Нам не о чем с тобой еще мечтать. Мы церковских, и это значит, Что станем в строй и будем побеждать. Когда стране нужна еще подмога, Патриотизма мы всегда полны. Тогда придем на помощь, мы народу. И рубежи страны укроем обиды. Когда стране нужна еще подмога, Патриотизма мы всегда полны. Всегда придем на помощь, мы народу. И рубежи страны укроем обиды. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Владимир, в мае этого года белорусская группа «Эвтаназия», их клип новый, признан лучшим клипом страны. Знаю, что вы самое непосредственное участие принимали в создании этого клипа. Там боевые моменты вы обучали актеров. Расскажите об этой работе, как вам было интересно. И результат вообще-то налицо. Лучше клип года. Вы знаете, я сразу согласился. Первая причина была такова, что когда я начинал, когда мне что-то хотелось, мне мало кто помогал. Я вижу их загоревшиеся глаза. И вижу, что бизнеса не сделает эту работу. И они даже говорят, сколько денег. Ну, у нас есть, но не сильно много. Я говорю, вообще никаких денег не надо. Вот, успокойтесь. Лучше потратьте их потом на банкет. И, значит, что нам клип снимали на тему «Безумного Макса». То есть фильм «Безумный Макс». Вот они, это старая белорусская рок-группа, тяжелый металл поют, дезметал. И они выбрали на белорусской языке песню «Вера, воля». Я посчитал сценарий, подкорректировали. То есть то, что мы можем, то, что мы не можем, это разобрались. И начали работать. В общей сложности полгода ушло на весь, на всю работу. Костюмы там, вы потом, если покажете, то люди поймут. Конечно. Вот. И в нашу задачу входили трюки, то есть акробатические, то, что делают эти каскадеры. То, что на работу каскадерскую взяли мы на себя, потому что ребята подготовленные были. Все боевые эпизоды, все, что касается экипировки, оружия, значит, пиротехнической работы, это все вот было на нас. Была и героиня там. Значит, девушка, которая должна была Максу по фильму помогать, убежать от бандитов, которых преследовали. Вот. Она там по задумке с ножом работала. Вот этот эпизод с ножом тоже мы ставили. И очень она быстро схватила, или я хороший тренер, вот, или все вместе. И вот в итоге получился очень классный продукт. Вот. Когда они выставили в интернет, за сутки было более двух тысяч лайков. То есть это очень много. За сутки. И все стали узнавать по мотивам. Сразу я вот у себя в социальных сетях выставил фотки со съемок клипа. Вот. И говорят, все друзья пишут, а что за безумный Макс? То есть всем было понятно, что это такое. Где снимали, как так и так далее. То есть для нас это было новое, но я до этого сказал. Спецназ должен быть универсалом, должен иметь все. Мало ли, где придется выполнять задачу в качестве кого. Где-то быть агентурщиком, где-то быть силовиком и так далее. То есть вот это моя задача, мечта была, чтобы дать вот такую специальную подготовку. И сейчас мы просто работаем на все хорошо. Владимир, большое вам спасибо, что вы пришли к нам на телепередачу. Было очень интересно и познавательно услышать о вашем центре. Спасибо вам огромное. Так держать дальше спецназовец универсал. Новых побед, новых людей, новых знакомств. Будем надеяться, что телезрители поймут правильно, что мамочки и папочки, если у кого-то есть сын, что он должен расти правильно мужчиной. Образованным и сильным. Спасибо. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Телезрителям напоминаем, что в гостях у программы «Добрый вечер, Гомель» сегодня был руководитель Центра специальной подготовки «Скиф». Город Речица. Это была программа «Добрый вечер» на телеканале «Беларусь-4». Уважаемые телезрители, мы желаем вам крепкого здоровья, успехов и хорошего доброго вечера. Всего доброго. До свидания. До свидания. Партнер показа – сеть фирменных магазинов «Гефест».